Здравствуйте! Я рада вас приветствовать на канале обзора на Незазорно. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим про влоги канала Семья Бровченко. Но прежде чем приступлю к своему обзору, попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк моему обзору, ну и конечно же нажать на колокольчик. Кроме всего прочего, можете ознакомиться с ценами в Германии. Ну что, мы переходим к каналу Семья Бровченко. Таня говорит, что единственная надежда сейчас на Борю в плане заработка. Ну да. И говорит о том, что если раньше их канал был основным видом дохода, то сейчас Борина работа основной вид дохода, а канал уже дополнительный. Раньше был он наоборот. Бедный Борин, у него столько ответственности возлагается. Потянет ли пацан? Вот я очень сомневаюсь. Кроме всего прочего, еще и на рыбалку. Хотя думал, бедный тот Боря, второй раз подумалась мне. Ему и сварочный работа как-то надо успевать выполнять, и еще и Танина хотелки выполнять. Да, на рыбалку поехать, например. Хотя, я думаю, Боря сам не прочь тоже будет отдохнуть. С одной стороны. С другой стороны, у них такая раздолбанная машина, что я не знаю, выдержит ли эта машина еще и рыбалку. Знаете, Боливар не выдержит двоих. Выдержит ли. Как я посмотрела в этом ролике, они мотались действительно сквозь какие-то ручейки, сквозь какие-то речушки. Ну, прям так вот вброд практически ехали. И несмотря на то, что перед ними проезжал трактор, ну, трактору гораздо проще проехать, правда, чем у Ханги. Это ни в коем мере не смутило ни Борю, ни Таню. Они поехали там, вброд поехали. Обалдеть. А если бы застряли там, вот кто бы их вытягивал? Ой, вообще ничего не бояться. Говорит Таня, что на рыбалку они хотят, но в прошлом году были там, было здорово. Да, но в прошлом году у вас и машина была в более хорошем состоянии, согласитесь. И вам не надо было переезжать. И у вас времени было побольше. А сейчас вам надо думать о переезде, а не о рыбалке. Нет, вы хотите как-то вот развлекаться больше, чем переезжать. Вы говорите, конечно, о том, что вы собираетесь переезжать. Это здорово, конечно, всё. И думаете о том, как будете собирать вещи. Но, опять же, вы об этом только думаете. Вы об этом, вы ничего руку не приложили к тому, чтобы собрать вещи. Даже в мыслях нет. Вы только говорите, да, вот надо, надо, надо. А потом, когда будет у вас реальный покупатель уже на пороге стоять, в каком темпе вы будете собираться? Просто страшно представить. И ещё, учитывая то, что дорога к вам перекопана, и там какой-то такой импровизированный мостик настелен, какой-то лист жестяной, что ли, то я вообще не знаю, как бы вам не пришлось на самом деле в дороге вывозить на этой самой буханке все свои пожитки. К Еврофоре, которую вы заказали. Очень всё неопределённо, очень непонятно. Ну, а вы что, вы на рыбалку? Ну, конечно. Это первоочерёдная, конечно, задача, съездить на рыбалку. Едут с Таней развешивать объявления. Едут развешивать объявления. И на каком-то заборе у какого-то магазинчика Таня, не спрашивая вообще разрешения, увидев какое-то ранее висящее чужое объявление, говорит, да, это разрешили повешать, значит, и нам своё тоже можно. И я обалдела. Думаю, ну вот как так можно? А может быть, то объявление разрешили хозяева магазина повешать. Может быть, то какое-то объявление их родственника, друга или знакомого. Может быть, это объявление самого магазина по приёме на работу персонала. Ну, я не знаю просто, что там за объявление было. Ну что, неужели так трудно пойти и спросить? Нет, Таня увидела одно, говорит, на тебе второе объявление тут же на заборе. И степлером, естественно. Чем же ещё? Они приклеивают, они, да, вот степлером, вот степлером. И картинку на стенку детской Боря прикрепляет. И, конечно же, к забору он прикрепляет объявление. Всё степлером. Ну что сказать? Не знают люди, что есть какие-то другие виды крепления, бумажки к чему-либо. А вот дальше очень была интересная история. У магазина другого уже не было объявления какого-то ранее вывешенного. И Таня говорит, да, надо, мол, зайти, спросить разрешение, а то как. Бывает такое, что не спросишь разрешение, и хозяин обозлится магазина, да, ну или продукция. И поведут и сорвут твое объявление, когда уже спросил разрешение. Они говорят, ну да, конечно, мы-то сами разрешили, чего мы будем срывать объявления. То есть первый раз они вообще этот вариант не смутил. А здесь нормально всё, здесь надо как-то вот спрашивать, да. Уникально как-то. Почему там не пойти, не спросить? Почему только тут ты спросила? Очень как-то непонятно и странненько всё. Ну а дальше вы не поверите, куда они поехали развешать объявления. На мусорку, да, на свалку городскую, ну сельскую. А всё почему? А потому что мусор, оказывается, вывозят мужчины. И это потенциальные клиенты Бори. Да, да, именно так там Таня это и сказала. Потенциальные клиенты Бори – это мужчины, которые вывозят мусор. Ой, ну как бы вы ещё на кладбище не съездили бы. Но про кладбище я скажу чуть позже. У них есть планы на кладбище тоже съездить. И всё замечательно, всё хорошо, но выхлопная труба оторвалась в пути. Вы представляете? Оторвалась выхлопная труба, но тем не менее ехать можно. Но Боря, видите, Путю с Лёшей Колесниковым, они одинаковые мастера, прекрасные. Но Боря сказал, что вот можно ехать, но тем не менее лучше он сейчас это всё починит. И лёг под машину и стал чинить, да. И вот эти вот люди собираются на этой же машине организовать зоотакси или грузовое такси, но уже будучи в Новосибирске. Вы представляете себе, как клиенты от них будут убегать? Представляете, с какой скоростью? Если в первый же день работы Бори таксистом отвалится какая-нибудь запчасть у машины, или выхлопная труба, или ещё что-нибудь. Говорит, ну например, могу предположить, что возможно отвалится каркас от буханки. И сама вот это вот, ну не знаю, само покрытие, а сам кузов, да. Почему такие выводы, с чего такие выводы? Потому как Таня нам сама показала. Говорит, вот, ходит, гуляет кузов, он не сцеплён с каркасом. И говорит, ну как так? Ну Боря говорит, ну вот мне надо полтора месяца для того, чтобы это всё починить. Надо всё, мол, вытащить, надо всё разобрать чуть ли не по кирпичикам, и только потом я могу приварить. Мол, это долгая история. Думаю, ну у тебя же есть время, ну сделай ты это. Ну нет, Боря не будет этого делать, понятное дело. Это же надо заморочиться. Ну а Боря заморачиваться не будет. Кое-как починил вроде Боря машину и идут дальше. Боря не пристёгнут. Это нарушение правил дорожного движения. Я не знаю, была ли пристёгнута Таня, нам этого не показали. Но я надеюсь, что хотя бы Таня была пристёгнута. По дороге, когда поднимались они в горку, ехал перед ними какой-то грузовик. И из-под колеса грузовика какой-то камень отлетел и прямо в лобовое стекло попал. И трещина такая вот достаточно серьёзная образовалась. И теперь думает Боря, как быть, или ехать чинить это всё дело, или есть какая-то такая вот вроде замазки какой-то, да, которая склеивает вот это всё дело и не видна эта трещина. И слава богу, что камень пробил только наружное стекло, а внутреннее оставил повреждённым. Хотя бы это хорошо. Иначе, Боря говорит, вообще пришлось бы действительно менять всё стекло. Это дополнительные растраты. И хорошо, что Боря ехал с небольшой скоростью, около 45, по-моему, километров в час, он говорил в горку. И благодаря этому внутреннее стекло не пострадало. Но в Новосибирске Таня говорит, будут развешивать объявления уже по фирмам, по кладбищам. Представляете? И в очередной раз, когда они объявления развешивали у какого-то то ли сельсовета, то ли на почте они развешивали, Таня говорит, о, ну смотри-ка, ещё наше старое объявление есть. Мол, его не сняли до сих пор. Когда мы няню искали, думаю, обалдеть, Бровченко искали няню одно время. Интересно, для кого? Для Бори или, может быть, для Максима? Чем так сильно занята Таня, что ей прям няне жизненно необходимо? Просто не могу понять. Няню обычно ищут те, у кого нет времени заниматься ребёнком. В садик ещё не отдашь, а работы валом, поэтому надо как-то ребёнка пристроить. Поэтому вот няню ищут. А здесь Таня безработная, вот она домохозяйка, неужели она не может со своим ребёнком посидеть. Нет, они ищут няню. И опять же, это дополнительные растраты. Но Таню, конечно, это никогда не останавливало. Ей лишь бы освободиться от этого почётного обязательства, от этой почётной обязанности быть мамой и что-нибудь сделать для себя, например, найти время для себя, например, почитать книги лишний раз. Повторюсь, которые покупает очень дорого. Или понять какие-то такие вот простые истины, которые практически бесплатно можно из народной мудрости подчеркнуть. Но нет, Тане надо, конечно, купить какие-то книги дорогие и найти время на их изучение. Какие-то книги психолога, к примеру. Или какие-то курсы пройти, которые, в принципе, ей особо не пригодились. Вот, к примеру, она проходила курс, или до сих пор ещё проходит курс английского языка, зная, что у ребёнка, у её ребёнка экзамен по английскому, она, я так понимаю, даже не подумала о том, что, может быть, помочь надо. Или какой-то курс гениальная уборка. Да, вот она его прошла. А толку? Никакого толку. Или курс финансовой грамотности. Что он ей дал? Ничего он ей не дал, тот курс финансовой грамотности. Но, опять же, это на мой взгляд. Если у вас другое мнение, я уверена, что у вас другое мнение, потому как сколько людей, столько мнений, делитесь им в комментариях. Буду очень рада узнать ваше мнение. Ну, вот таким вот получился у меня обзор канала Бровченко. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok